Марморит, Равентин, да, известь. Три позиции. Три позиции, это вот на известь. Хочу сразу добавить, что все материалы известковые можно между собой смешивать. Кому-то хочется меньше там камушка было, кому-то больше. То есть можно их смешивать. Три позиции можно между собой смешивать. То есть акриловые материалы, все остальные, тоже можно между собой смешивать. То есть подмешать там рельеф. Хотите, чтобы было пожиже, можете добавить краску. Хотите травятки, чтобы было меньше камушка, добавьте там какой-то рельефчик. То есть все это можно комбинировать, смешивать и подгонять под себя материалы. Не обязательно, что вот это есть металпривод. То есть вы можете смешать два материала по всему свойству, который вам надо. Попробовали, получилось. Хотите поделиться, делитесь. Хотите держитесь. По списку проходить. Если хотите, давайте мы пройдем все это по списку. Посмотрите это все вживую. Или по мере нанесения будем показывать уже готовый материал нанесения. Наверное так. Потому что это будет список где-то около 40 минут, не меньше. Я предлагаю начать с тех материалов, которые будут в небольшое открытое время, в долгий процесс нанесения. Это травертин, туф, марсельский воском. Такие. Обычно мы начинаем с травертина, потому что процесс нанесения мы закончим часа через два. Настолько у него открытое время. А бывает, что мы даже в конце мастер-класса... В конце мастер-класса это... То есть в конце, ну это 5 часов. Поэтому те, которые смотрят нас на видео, смотрели, они удивляются, почему мы начинаем каждый раз мастер-класс с травертина. То есть дай нашу до вашего сведения, почему мы это делаем. Потому что он сохнет очень долго. То есть открытый момент он очень высокий. Поэтому там убираться терпения и... Вот как бы один вариант техника нанесения, вторая техника нанесения. То есть это тот материал, который мы говорим, что он может... Мы экспозитируем, по словам, конечно, или предлагаем. Как микро-бетон, микро-цемент. То есть очень крепкий. Он идет в хосат. Он может идти в место плитки. Он может идти на пол. Он может идти на столешницы. Он может идти на ступеньки. То есть... Да, первый слой. Это два слоя. Вот это техника нанесения в два слоя. И эта техника нанесения в один слоя. То есть расход вот в этой технике около... До килограмма. До килограмма. Килог. Килогвестит. То есть вот тоже... В этом килограмме. Мы хотим донести, что есть технологии и методы нанесения, которые вам позволят минимальное количество материала сделать очень интересные терпения. Это что касается травинтина. Сейчас мы его покажем. В живом виде. Он такая масла. Серая. Довольно-таки вязкий. Перед работой вы добавляете немножко водички. Разводите под себя. Чтоб он был слегка такой... Наносится на кварц-грунт обязательно. Хотел им показать еще три венки. Ну, ты покажи. Если найдешь... Поверхность покрывается квадж-грунтом. Высыхает. И наносите саму массу. Практически настил. Маленькие площадя вы можете делать самостоятельно. Одиночку. Если большие площади, а желательно работать вдвоем-троем. Еще раз повторюсь. Универсальный материал. Как умывательная, так и наружная отделка. Как сухие помещения, так и влажная. Как оттапливаемая, так и неоттапливаемая. Влажные помещения желательно дополнительная защита. Защита лаками или лазурами. Лаками, лазурами или пропитками. С фаблизаторами. Да, можно липотовать? Ну? С фаблизаторами, для того, чтобы воду не пропитали. Винокридизаторами? Да. Колеруем опять-таки любой цвет. Подходят универсальные красители. Или вот там снежка. Да, там что у нас? Дифмикс. То есть вот эти красители подходят. У нас линейка собственных красителей тоже мы разрабатываем. Сейчас в наличии есть... Пока два цвета. Да, два цвета. Это охра. И, ну, назовем его... Как ты его обзываешь? Красно-коричневый. Красно-коричневый. Железовокисный. Красный железовокисный. Вот такие два красителя. То, что у нас в разработке есть. В наличии. То есть можете пользоваться нашими. Они сведостойкие, морозостойкие. Ну, пигмент такой. Если брать этот, ну, или даже этот, то это те, которые идут в машинах. То есть если здесь, вы видели, бывает, когда вода отстанет, ну, или постоит он немножко, то мы видим, что сухого остатка здесь около, знаете, 100 миллилитров, там около четвертая часть. То здесь получается такого сухого остатка будет. Да, и утрофилитов устойчивые. Да, и щелочи устойчивые. Вот тоже важно. Они универсальные, как и для жестковых. Вызвучивые. Да, да, да. То есть это, что касается наших. Здесь нужно, конечно, смотреть, чтобы они были. Щелы устойчивые. Это те, которые там, сухие пигменты для бетона. Ну, рекомендуем, опять-таки, наши. Или, смотри, там есть звездочки. То есть по универсальным. Ну, для вас, для внутренней отделки, то есть вы можете пользоваться, да, любят. Потом берем вот такой чудесный инструмент. Желательно, чтобы было два вида. Как бы вот одна жестче, часть одна мягче. Или внутри, или снаружи. Желательно с открытой ручкой. Почему? Потому что это пружинит. На большом объеме, если закрытая ручка будет, выводится для надежки. Ну, это боевая. Это я специально, да, Петровичич презентовал. И он обережет, так сказать, показывает, какая она должна быть. Показывает, какая она должна быть. Она летала из лесовой, куда-то не попадала. И такими вот движениями мы тампуем поверхность. Задают вопросы, валики, кисточки, шпателя. Да, вот такие универсальные терки. Вот такие универсальные. Ну, это, скажем, эффект один, цена разная. Если это 200, то это 20. И такими движениями мы ее тампуем, поднимаем. Еще раз повторю, что почему мы начинаем большую часть наших мастер-классов с Тревентино, потому что открытый момент у него очень... Такое состояние оно может находиться 15-20 минут. Даже на фасаде. Даже на фасаде. То есть, там боковое ветер. Ну, конечно, если там будет такой сильный ветер, это, да, конечно, минус. Там придется поспешать. А так, если нормальная погода, то вдвоем спокойно на фасаде работать. Вот это проблема со стыком, проблема с спешкой. Да, как видите, тут никакой спешки нету. Все спокойно наносим, разговариваем. Я вас уверяю, пройдет, если у нас все получится, даже в конце мастер-класса вы попробуете, это может быть, будет начало пятого. Попробуйте его, да. Если такой техники, то такую поверхность мы оставляем до полного высыхания. И потом накладываем второй слой. И приглашаем. Да. Если в такой технике... Давай, подешу. Не, не, не. Он не колерованный. Просто, да, не посмотри, есть там еще. Колерованный, я пересмотрел. Нет, да, ну где-то, чем. Пачку перепадку, да. Я думал, что здесь нам будет удобнее, что здесь нам много материала, инструмента. У нас будет носить, но оказалось, что это тоже нет. Вот этот поделил. Не, 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 не. Это не он. Ну, вообще. Хорошо. Я попробую найти. Хорошо. А ты даже в таком моменте он может стоять 15-20 минут. Дальше мы берем обычную воду. Тебе глазки в цвете, да? Да, глазки в цвете. Проверяем поверхность. Да не ступан, похоже. Не, не надо, не надо. Ну вот, что там здесь. Это тебе, на счет тебе надо. Да не надо, все, вылазь. И приглаживаем его. Вылазь, вылазь от этого. И когда прожматываете, формируете тот рисунок, который вам нужен. Для чего мы сбрызываем водичкой? Вот я пригладил фанерку. На инструменте ничего не снял. Потому что она не чистая, то удобно. И в таком состоянии мы оставляем его где-то на час. Через час мы к нему вернемся и пригладим вот эти все следы от шпателя, которые вот остались полы, поздние вот эти вот. И пригладим, он будет как бы заполирован. Вот этот тип? Да, вот этот тип. Это, скажем, вот такая техника нанесения, как рваный камень. Да. Если подразумевается нанесение с диагональными полосами, ну, или горизонтальными, или диагональными вот эти нанесения, то мы наносим просто травертин, даем ему подсохнуть, и торсовую часть шпателя мы процарапываем, сформируем рисунок. Вот. Ну, здесь он с системой коррозии, уже, выгонинают, процарапывание вот эти вот. Ну, здесь, по-моему, торцовка, да? Да, конечно. А это что, трансфин мы, да? Делали плотно? Нет, это туф. В таком состоянии оставляем его на час. Примерно. Через час мы вернемся. Ты передохнешь, я возьму? Нет, я сейчас туф сразу внесу. Гелкости при хранении он не досыхает, скорочка не берется? Нет. Скорочка не берется. В осадок он не выпадает, потому что масса довольно-таки густая. Если вы его развели, то вы должны его выработать, потому что он заводяется при хранении. А его можно зажелезнить верхушки и тут почти как-то блеск. Можно. Чуть ли не поднимись и не венец. В принципе, возможно. Но это надо дождаться того момента, когда он начнет подсыхать. Это я говорю, через час мы его сейчас подровняем, через два часа мы его еще раз пригладим, где-то часа на два этот процесс займет, чтобы ему можно было поджелезнить. Ну вот, если вы там интересует, как он будет гладко, по поводу чернения я в процессе еще расскажу. Почему чернит? Есть несколько гипотез по поводу этого? Или мнение? Да, да. В этом материале делают след. Поэтому у вас начинают чернить? Нет, нет. Это чернит сама сталь. Там будет титан, не будет титана. Это все выдумки. Это пигнем, который там будет? Не камешки? Нет, не камешки. Нет, это сама сталь чернит. Но это мнение Игоря Петровича. Это мое мнение. у меня другое мнение. Все делятся мнениями. Поэтому не берите это за чистую монету. Проверяйте все это на самом деле. Точно, точно, точно. Я сейчас отвлекусь немножко. Давайте сейчас нанесем такую байку. Смотря мастер-классник наносит венецианку, я взял такой профик шпатный. Вот итальянец там мазал, наносил, гладил, все это делал таким, обычным. У меня загорелось, я пошел в официант, купил самый дешевый шпатель, обрезал его, заточил, попробовал для чего он как, убедился это все, для чего он нужен. Но загорелся настолько, что не до конца досмотрел мастер-класс. Не до конца. Потом в этот мастер-класс я досмотрел до конца лет через шесть наверное. Он подать мне попался под руку, я его досмотрел и оказалось, что венецианку полирует пластиком шпателем. это было для меня открытием. Я не поверил. Я не верил. Взял самый обычный шпатель, который короед мажет. Кромку почистил чуть-чуть, взяли фанерку, вышли на улицу, нанесли венецианку, дали подстык, и начиная полировать пластиковым шпателем. Великолепно, теперь обои за влажки. Поэтому мне не могут разделиться от качества стали. например, думаю, что это от кварца. Если есть кварц, присутствует в модельной массе. Кварц, да. Это однозначно. Или в виде муки, или в виде пудры, или в виде наполнителя крошки. Он будет чернить. Не важно, какой это шпатель. Паван, Ойкос, другой какой-то фирмы брендовой чернит. У Петровича другого мнения. Он говорит, что Паван чернит, Ойкос не чернит. Ну и тут... А еще стали изначально кислоты. Тут, тут... Это опять сколько будет людей, столько будет мнений по этому вопросу. Мы пришли к чему? Если на кислите сталь, если на кислите усилия, материал как бы хоть он и гладкий, но все равно он абразивный. Все равно кромка заполировывается. Кромка затачивается, пальцы режутся. То есть кромка рабочая. Эта часть, да, она может быть там. Но кромка будет. То есть пленку оксидную мы с ней в любом случае? В любом. Да. Значит, пришли к уводу, что? Почему эту байку мы рассказали и рассказываем уже последних несколько мастер-классов, что может быть стоит там действительно взять на вооружение пластиковые шпателя. Непонятно, что есть разное. Мы говорим про шпатель такой, который там один миллиметр. Потому что это больше для лазури. Мы не говорим про шпатель, который там около двух миллиметров. Ну, это, наверное, тоже там полторушка. Вот. Мы говорим про шпатель. Этим шпателем даже мы не создашь там усилие просто. И это, по-моему, двойка. Это тоже не то. Пятерка. Пятерка максимума. Это шпатель такой, как мы называем. Четыре-пять миллиметров. Он дубовый. Дубовый, как мы говорим, там топорный. Кромочку обработать, закруглить и водолки. Наждачика чем-то. И можно потренироваться. И можно потренироваться. Точно. Почему может быть даже эти мастер-классы и нам интересны. То есть мы обучая других сами тоже обучаемся. То есть вы приходите рассказывать о своих случаях. Мы тоже берем это на вооружение, практикуем, смотрим, получается, у нас не получается. Поэтому почему мы говорим, что приветствуем все эти ваши так сказать можно так назвать. Мнения. Мнения, да. делитесь. Будем рады услышать вас. Следующий материал сразу пройдемся давайте по фасадным. Это интерьерный, фасадный это туф. Это скажем барашек или мини-караед кто как называет. Скорее всего барашек. когда я побрал этот материал то спросил у Петровича насколько они отличаются от травентина. Мне показалось что это близкий к травентину по фракции материал. Оказалось что нет что туф получается он крупнее. если в травентине там фракция до 0,8 то здесь у нас 1,2 фракция. Понимаете о чем говорится фракция? То есть максимальная величина зерна будем так назвать здесь присутствует 1,2 а в данном случае 1,2 достанет зелененькое. Вот это тоже материал только здесь зерно 1,6 и нанесет как вторая. Слышь Петрович а то что ты мне рассказывал как это силикат это не стоси ничего туда не добыл? А двойка бывает? Еще раз? Двойка можно сделать подкакш? Подкакш. Двойка выше выше двойки они экономичнее брать сухие материалы больше расход конечно тут вот тоже нанесен таким интересным методом как мармарин как травентинчик если мы говорим что там есть крошка то это не знает что вот его только барашек только вертикаль горизонталь или еще каким-то произвольно заглаживается он тоже очень классно тоже опять таки фасад ребята внутренняя наружная влажное помещение отапливание отапливаю все идет нанесли на поверхность загрунтованную кварцгрунтовую и круговыми движениями формируете чем могут пригодиться подобные вещи для внутренней отделки достаточно маячной штукатурочки скрыли кварцгрунтом и славян не нужна там выготовка минимальный расход материала в один слой и великолепный визуальный после пластикового шпателя он получается барашка если взять металлический и сделать то же самое можно добиться его пригладить такой вот мельче убрать шприки вот эти которые катают пластиковые шпаты ну эти материалы желательно конечно барашек туф караец желательно тонируйте сразу массу массу тонируйте из расчета хотя бы в одну емкость сливаете из расчета хотя бы на одну стену посчитали премиальный расход взяли бочку 3-4 ведра слили перемешали и тогда наносите на стену можете дозировать опять-таки используя шприц побольше если фасадный то это уже какие-то не ну понятно емкости потому что там цветонасыщенный надо то понятно но главное что можно мерить вот этими шприцами надо шприцами есть 100 кубовый зашли в аптеку отмерили чтобы каждое ведро точно желательно всю массу помешать сейчас еще многоцветного что надо подышать вот А ну пробуй, может и не надо, может и не надо. Чуть добавим. Не знаю, я не искал. Я сюда пробую. Я может еще добавлю свет. Нормально, да? Все, все, готово. С цветом хочу сделать. Какой тебе? Песочный. Мочалка. Подсох, возьми другу. Так, пока мы тут колдуем с Петровичем по материалу. В ваших аспектиках он... Грессия называется. Грессия, жуткий песчаник. Чем он интересен, может быть, для вас и для декораторов? Ну, наверное, может быть, кто слышал или видел. Материал вызывает немцы. Его привезли к нам, как назывался он? Гибкий... Гибкий камень. Гибкий песчаник. Игорь Петрович хранил эту идею, наверное, лет... Он мне рассказывал, лет десять. И... Было не востребовано. Да, да. То есть, когда мы поделились, я говорю, что есть такая, может быть, необходимость... Потому что многие... Ну, не многие, а... Ну, был бы... Один из моих знакомых, это Володя Литвин, он тоже мне рассказывал эту историю, когда он брал материалом. Подготовленный уже кварц, смешивал его. С примером. И получал... Как бы вам надо... Подкрасить. И получал тоже подобные вещи. Вот. И я Игорю Петровичу говорю, что... Почему бы и нам, так сказать, не сделать подобный материал? Это буквально вот так. На производстве... Тут мы поговорили. Игорь Петрович пошел вглубь, так сказать, склада. И уже мне приносит уже готовую емкость. И первый уже экспозитор, который он сделал. И уехал на целый месяц. И я с этим экспозиторчиком носился. Ну, чтобы материала другого не было. И на мастер-классе, так сказать, я уже этот материал получил. И сейчас тоже могу и с вами этим материалом поделиться. Но... Что хотел? Хотел, чтобы вы отнеслись к этому материалу не так, как к декоративной штукатурке. А как... К такому... Есть... Может быть, слышали там мозаичное покрытие. Да, вот. Типа там... Байрамикс. Может быть, микрогранит. Там древо. Кто как его обзывает? Кто знаком с таким материалом? Кто доводилась работать? Нет? Почему я заговорил за этот именно вариант? Потому что вот в нанесении он очень близко к тем материалам. И наносится, как мы говорим, больше, наверное, как аппликация, чем как декоративку. Обязательно перед наносением мы поверхность проходим кварцгрунтом. И наносим. И наносим. Если там, да, не коричневый. Такое его нужно. Ну, думал, что да. Он может высохнуть. С красными. Отходи от кладем. Еще один. Сюда сразу. Сюда сразу. Вот. Это когда я вам рассказывал про песчаник, так и не спросил. Кто-то, может быть, видел в интернете там гибкие песчаники. Видели, видели. Видели. Вы-то, наверное, видели, что он шел в них в листах. Эти листы они делали уже карьеры. Да. Были пласты этого песчаника. И в этих пластах уже были заложены там прожилки цветные. И они клеили холст, пропитывали его, да, и получали отпечаток, да, такие как, ну, керамические обои, можно так назвать. Так вот? А? Вот представьте, что эти керамические обои вы можете делать с помощью нашего песчаника. То есть добавляя всевозможные цвета, получать очень интересные Можете его, опять-таки, не обязательно так многоцветку, как я вам сейчас покажу. Это я уже так, чтобы вы просто... Вот такой вариант. Да, не разогралось у вас, так сказать, воображение. А разрыв на минуту тоже можно сделать? А? Разрыв, ну, как подрыв, допустим, в плоско. Да, да, да. То есть вот камера ванна как-то. Да, у вас же будет, например, класс грунт, который вы можете отколеровать. И плюс песчаника. Неконечно может быть. Мы им даже рассказывали историю, ну, это не история, а, помните, как бы, от материала. Особенность этого материала, он получается прозрачный или полупрозрачный такой. то есть, например, мы сделаем с помощью песчаника полупрозрачный бокс, да, вот из-таки, да, там. На стекле получилось великолепно. Ночник, да. Вы пробовали на стекло. И включим свет, то получим такой ночничок, да, то есть, он будет пропускать свет еще из рисунка. А если возьмем там панель, ну, то есть, это вот такое дает, массу художественных решений. Сектор, да, и решение. Настолько чего-то от акрила отслоился. Может, мы его, ну, поставили свет сзади, он, ну, от лампы делает, освещение делает. Угу. Стоял, на стекле и остался стоять. А вот от акрила он отслоился. Пластик, в смысле, акриловый. Да, 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 да. Хорошо. А чем мы прорабатывали до этого, например, тем же материалом? Кварц-грунт взяли. Кварц-грунт. Хорошо. А поверхность подготовили? Бетон-контакт. Ну, он сам по себе, она же ведет практически. Да, да. Мы на пленку накрывали, на пленку. Можете опять-таки, можно было за наждачить, можно было этот акрил, чтобы он не был... Мы сделали у нас металку, вот так вот играет. И это все держится на поверхности. При 90 градусах только отскочила металл. Ну, опять... Это рельеф. Это рельеф, да? Это рельеф. А если мы говорим о песчанике, то может быть... Ну, песчаник пожестче немножко, покрепче. А у него пластичность есть? Его можно, допустим, пластификаторы там... Ну, нет. Он гнется. Он гнется, да. Да. Покажи. То есть он так же... Это так же все. Ну, все для того, чтобы наткать. Не, ну... Я его делал, я его делал на холст вообще. Да? На холст и на сетку. То есть изначально сетка обрабатывалась типа гидроизоляцией. Наносилась мастика такая. В песчанике я добавлял на нее песочек, чтобы она была позже. Не такая... Потому что если мастика, то тут на слое было ложить. Умешал ее песочком, заполнял массу, армировал. И сверху вот этот материал накладывал. Ну, я понимаю, что не вдвое сложить. Нет. Ну, если, скажем, при толщине это получалось 5 миллиметров, вдвое можно было сложить, но... Кого лучше делать можно? Кого лучше? Кого лучше? Кого лучше? Кого лучше? 10 сантиметров можно было запрутить ее? Кого лучше? Главное, чтобы вы понимали, что если, например, мы сделаем подложку уже с какими-то прожилочками многоцветную и наложим даже в один слой без добавления цвета, то уже подложка тоже будет играть у нас. То есть она будет видна. Вы тоже это брали на вооружение. Ну и вот это нанесение, наверное, да. Почему я сказал, что это все-таки больше как аппликация. То есть она напоминает мне с той серией, когда я начинал декоративную штуку, ну декоративку, то мне попалось, это первое, что с тем, что топнулось, это жидкие обои. Так вот, наверное, по типу нанесения все-таки это, наверное, как жидкие обои. То есть мы наносим материал, да, положили материал, вот смотрите, да. И вроде как мы его растягиваем то в одну сторону, то в другую не просто, да, как мы штукатурку можем там с одной части и потянули ее.